Специальная комиссия сказала, что Маше не просто можно, ей нужно учиться с детьми в классе, чтобы иметь выход в свет, адаптацию в обществе. Мама-ребёнка-инвалида с трудом отстояла право своей дочки на обучение в обычной школе. Ходить на занятия в классе девочки порекомендовали врачи, но в образовательном учреждении почему-то испугались, что в их школе будет учиться особенный ребёнок. К несчастью, директор почему-то не стал отстаивать наши права как особенного ребёнка. И самое необъяснимое, что против совместного обучения оказались и педагог, и родители одноклассников девочки. Какая-то непонятная ситуация складывается в нашей школе уже на протяжении второго года. В прошлом году мы боролись за свои права, потому что ежегодно у ребёнка менялся педагог. Очень сложно, к сожалению, видимо, директору уговорить педагога входить заниматься с ребёнком на дому. Поэтому мы в этот год решили идти сами. Но нас там не очень ждали, потому что в конце прошлого учебного года наша учительница сразу объявила, если вы выйдете в класс, я уволюсь. И мы вышли в класс. И вот по прошествии одного дня родители собрали собрание, часть родителей, кстати, не все родители класса, часть родителей собрали собрание и выступили с речью, направленной на то, чтобы я увела своего ребёнка либо учиться домой, либо в другой класс, либо же вообще в другую школу. Виктория Безгина делает всё, что нужно для развития её особого ребёнка. Маша учится в четвёртом классе, вполне успевает по многим предметам, прекрасно знает английский язык. До третьего класса девочка училась дома, её посещали педагоги-предметники. Но на праздники она иногда приходила в свою школу номер 13. Одноклассники с Машей дружат, гуляют в одном дворе, поэтому были рады, когда её привели на очное обучение. Я каждое утро поэтому рано встаю с мамой, мама мне говорит, вставай, иди в школу. Я раньше упрямилась, не хотела идти, как бы надо. По-русскому у меня всё легко получается, а по математике я над некоторыми примерами ломаю голову. У меня очень много одноклассников, девочки, которые у меня есть в Вайбере, чат, класс 4А. Я хочу стать журналисткой. Это правда? Да, это правда. Это наша самая большая мечта. Это заветная мечта. Да, уже несколько лет Маша хочет стать журналисткой. Как мечтаю, так и не отменю свою мечту. Вот. И как объяснить Маше, что ей нельзя учиться вместе с детьми в одном классе? Я считаю, что за один день, во-первых, родители не могли оценить адекватно ситуацию, насколько сильно мой ребёнок будет требовать внимания к себе, вот, насколько сильно он отличается. Они ни разу практически не видели мою девочку на уроке, да, как она работает, вот. Откуда у них такая информация? Я склоняюсь к мнению, что персонал школы, возможно, директор, возможно, педагог, донесли эту информацию, что она не такая, как все, что она будет отнимать внимания. После этого скандала Виктория предупредила учителя, я буду отстаивать право своего ребёнка на обучение в школе. Она временно перестала водить Машу на уроки, но начала действовать. Она сначала обратилась в СМИ, а затем отправилась на встречу с главой БМР Александром Соловьёвым. Буквально вчера вечером до нас, ну, во всяком случае, до меня эта информация была доведена. Тут же было дано поручение начальнику управления образования разобраться. Мне очень трудно на эту тему, конечно, говорить без эмоций. Я считаю, что это несправедливо по отношению к тем детям, которые имеют особенности здоровья. Здесь дело не только в том, что вот этот вопрос возник, да, не можем мы говорить с другими родителями, понятно, что это вопрос воспитания и культуры. О недопустимости подобных ситуаций заявил и депутат Государственной Думы Николай Панков, который как раз в это время находился в Балакове с рабочим визитом. Везде работают люди, везде существует человеческий фактор. Я, конечно, прежде всего хотел извиниться перед родителями ребёнка-инвалида. Сегодня я, наоборот, бы хотел сказать о том, что власть стала более открыта и не скрывает эти случаи негативного, а со своей даже стороны, я бы сказал, пагубного отношения к своим обязанностям. И когда мы сегодня говорим о здоровом качестве жизни, о спортивных достижениях, мы говорим о том, что нужно увеличить наше продолжительность жизни, о долголетии, эти случаи, они рассматриваются. И мне сегодня уже мэр Сан-Сан Соловьёв сказал о том, что они сегодня встречаются в этом коллективе, разбираются. И просят общественность также подключаться для контроля таких негативных последствий. Что касается такого отношения к инвалидам, я вообще поражён. Вот мы сегодня были на стадионе по спидвею труд, где, да и не только, даже в каждой школе, в каждом спортивном учреждении, наоборот, создаются доступные места для инвалидов. И уводить их от совместной дружбы и совместного проживания в коллективе – это неправильно. Думаю, что здесь тоже власти среагируют. И сегодня уже проводится встреча с коллективом как раз по разборку этого случая. Только после того, как эта проблема всплыла в прессе, вопрос с очным обучением Маши был решён положительно. Непонятно одно, почему образовательное учреждение отказывалось принять особого ребёнка. Ведь у нас сейчас так много говорят об инклюзивном обучении. Судя по всему, иногда система даёт сбой.